Многие деятели этого русского движения — евреи. Политический антисемитизм проявляется до сих пор по отношению ко мне и моим друзьям в виде ненависти ко всему русскому. Это часть населения, которое никого здесь не интересует. Вот я так это чувствую. Самое последнее событие, которое произвело на нас особенно сильное впечатление, — это то, что случилось в Эстонии, когда они снесли памятник. Они как будто плюнули в душу русским. Полиция напала на демонстрантов. Их арестовали, их согнали куда-то, их держали на полу со связанными руками. Лично мне это напоминает режим Пиночета в Чили, когда людей собрали на стадионе. Весной 2007 года Таллинн и другие города Эстонии потрясли митинги протестов после того, как правительство приняло решение снести памятник советским солдатам, воевавшим во Второй мировой войне, который стоял в центре города. Русскоязычное население, большая часть которого лишена гражданства, и чьи права в этой стране грубо нарушены, восприняла это как последнюю каплю, переполнившую их чашу терпения. Эстонский режим отреагировал с небывалой жестокостью. Протестующие были арестованы, против них была выставлена вооруженная полиция. В результате один человек погиб, несколько получили ранения, сотни участников протестов были арестованы. Их содержали в условиях, которые напоминают не страну члена ЕС, а диктаторский режим образца прошлого века. За всем этим было больно наблюдать, особенно на фоне заявлений Запада о соблюдении прав человека в этих странах. К сожалению, мы имеем дело с двойными стандартами. Когда речь идет о преобладании геополитических интересов ЕС над вопросами прав человека, лучший способ избежать обвинений в нарушении прав человека — это вступление в ЕС и недавние события в Эстонии, яркое тому подтверждение. Особенно на фоне беспрецедентной жестокости полиции. НАТО и Запад не только сотрудничают со страной, в которой нарушаются права человека, они сотрудничают с государством, которое отказывается замечать собственное население и при этом защищают это государство. И эти же люди обвиняют Россию в агрессивности по отношению к Западу, в намерении напасть на своих соседей, называя ее осью зла? С точки зрения русских, это полнейшее безумие. Миф о том, что Россия стремится захватить мир и настроена агрессивно, по меньшей мере непонятен русским. Они считают, что как раз Запад настроен агрессивно, что именно Запад расширяет свое военное присутствие в соседних с Россией странах, поддерживает страны, которые нарушают права русскоязычного меньшинства, пытаясь выжить его со своей территории, пытаясь навязать России свою политику. Во времена Холодной войны это объяснялось противостоянием двух противоборствующих систем. Сейчас, когда все или почти все можно решить путем переговоров, такая позиция не очень оправдана. Конфликта разрешим, если мы хотя бы попробуем посмотреть на проблему с другой стороны. Редактор субтитров А.Семкин